ЕГЭ, единый государственный экзамен, в этом году прошел гораздо более объективно, чем в предыдущие годы. Есть такая математическая модель, которая называется идеальный экзамен. Как выглядит распределение результатов учеников в том случае, когда все сдают абсолютно честно и объективно. Мы в этом году максимально приблизились к этой идеальной модели. Хотя, конечно, всегда есть какие-то факторы, которые искажают результаты. Но наша задача стремиться к тому, чтобы эти факторы были минимальны, минимально отражались на результатах экзамена. Все те меры, которые были нами применены в этом году, и видеонаблюдение в аудиториях и в пунктах приема экзамена, и максимально широкое общественное наблюдение, общественный контроль за его ходом, и различные меры, связанные с информационной безопасностью, в частности, контроль за доставкой экзаменационных материалов в регионы, дали свои результаты. Но самый, я думаю, важный источник этой объективности, большей объективности, это изменение отношения и участников экзамена, то есть учеников и организаторов экзамена, тех, кто проводит его к экзамену. Больше понимания того, что объективный, честный экзамен – это правильно. Почему это правильно? Мы с вами, я думаю, знаем, что дело даже не только в нравственном аспекте этой проблемы, который очевиден для всех, но дело в том, что не имея объективной картины, не проведя диагностику, нельзя выявить проблемные зоны и, соответственно, принять меры по улучшению ситуации, там, где это необходимо. Поэтому объективная диагностика нашей образовательной системы – это очень важный компонент, очень важный источник информации для принятия правильных решений. Ну и кроме того, мы все прекрасно понимаем, что если кто-то получил незаслуженно более высокую оценку на экзамене, то он занял место другого человека, который работал и сдавал экзамен честно, но оказался в числе, так сказать, набравших меньшее количество баллов. Поэтому вот эти факторы все нужно учитывать. Второе важное обстоятельство, которое бы я отметил, – это то, что увеличилась доля выпускников 11 классов, которые сдавали экзамены по физике, информатике, по тем предметам, которые необходимы для поступления на технические направления в высшие учебные заведения. Это означает, что те меры, которые предпринимались в последние годы для повышения престижа технического, инженерного образования, для повышения внимания школьников к выбору будущих профессий в сфере реальной экономики, они дали свой результат. Мы считаем это крайне позитивным итогом. И третье – это более высокая культура понимания результатов экзамена. Единый экзамен задумывался и использовался как средство оценки индивидуальных учебных достижений каждого ученика, каждого школьника. И неправильно использовать этот экзамен для оценки деятельности целых регионов, школ или учителей. Вы знаете, что мы в этом году уже отменили один из критериев оценки деятельности руководителей регионов, который был как раз связан с результатами единого экзамена, и дальше будем двигаться в этом же направлении. Неправильно использовать результаты единого экзамена для оценки деятельности школ и тем более для оценки работы отдельных учителей. В некоторых регионах есть практика, когда, например, премиальная часть заработной платы учителя связана с результатами единого экзамена учеников. Это неправильно, работа учителя – это не сдельщина. И есть и другие не менее важные результаты работы учителя. И в целом, с точки зрения общества, труд учителя, который, например, работает с трудными детьми, с детьми, которые имеют проблемы в учении, которые не показывают хороших результатов, не менее важна, чем работа того учителя, который работает в элитной школе с отборными учениками, которые съезжаются туда со всего города.